Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это Клуб Костольных Игр, Мир Коробки. И сегодня у нас неожиданная распаковка Владыка Эллады, русское издание от коллаборации Хобби Волда и Лапки Игр. Ну что, заглянем в эту большую коробку. Вот такая вот большая, но уже не новая, но уже редкая игра Lords of Hells Владыки Эллады. Мой аккализатор Лапки и коллаборации Штейм огромное спасибо, потому что игра редкая, крутая. Я в нее в Kickstarter версию играл в Эда, она на канале есть распаковочка, кстати. Но я решил себе в коллекцию тоже ее взять. Смотрим на торцы, очень массивная и, к счастью, на русском языке она лучше, точнее, к счастью, она на русском языке лучше, просто на английском языке очень долго ждали перевода. Итак, у нас видим состав игры, очень красивая, причем у меня от этой игры есть, подаренные моим другом и товарищем, целых две миниатюрки, они не пришли бракованы из Kickstarter, и он их мне подарил. Поэтому у нас на целых два блога больше будет. Ну что, давайте же посмотрим, что у нас происходит внутри коробки. Что там есть, а она забита под завязку. Так, смотрим на двухстороннее поле под разное количество людей, если я правильно помню. Вот, оно вертикальное, как и в ужасе Архима. Вот, что с одной стороны неудобно, а с другой стороны удобно. Ну, наверное, половина сторона. Я считаю, что это неудобно когда-нибудь будет, ну, в принципе, можно и английский купить. Нечасственно, конечно, это то, что здесь наши храмы, они плоские. У меня у товарищей Kickstarter, конечно, приятнее играть. Вот они, планшеты наших героев. Все очень крутое, выдавливается отлично. И разъединяется. Больше планшетов в богу планшетов. Здесь у нас спрятались, если я правильно помню, это характеристики наших богов, модификаторы, которые они будут давать, когда мы их будем строить. Это подсказки, судя по всему, для каждого ЭКП, потому что правила игры здесь. Сейчас мы посмотрим, собственно говоря, правила. Уже видим целую тонну крутых миник. И это у нас 4 планшета памятки. Да, это наши планшеты памятки. Их 4 штучки одинаковые, все глянцевые, не подленные. Далее у нас есть вот такие вот планшеты монстров. Они с красивой картинкой сзади и спереди у нас вот с таким вот монстром. Мы будем наносить в каждую часть его удары. Когда мы убьем, мы станем героями. Вот, у игры целых 3 варианта победить. Там есть убить монстров, контролировать храмы, контролировать регионы. И вот у меня товарищи побеждают очень часто на убийстве монстров. Не знаю, как так получается, но тем не менее. Все такое красивое, оно матовое. То есть оно не глянце, оно под мат, но не подлен. Смотрим наши правила игры. Состав игры сумасширно. Все просто под завязку коробку забит. Всем вот, если бы это было пластиковым, вообще было бы шикарно. Игра-краска склеилась аж. Игра давно стояла на полке. Я знаю, я на нее смотрел. Я сначала себе купил редкую инимизику, теперь я себе купил редкие Lords of Hellas, которых ныне, по крайней мере, в Украине ныне нет. Еще одна книга. Это правила игры, это книга компаний. Кстати, мне не показывали, когда мы играем в Kickstarter. Она сидит на другой бумаге, она как будто обычная. Более наждачная, как папирус в руках. Едем дальше. Самое страшное, это компоненты, которые надо будет отсоединять и присоединять. Ой, что-то сломалось. Так, вот этот товарищ, рука у него крепится сейчас. И все это крепится в рамках игры. Вот так вот он будет выглядеть. Он рассоединяется. Ай, что-то я не сломал. То есть мы будем его строить в игре поэтапно. Раз, два, три и четыре. Четыре этапа. То есть это очень крутая механика. Правда, не знаю, сколько играл, не всегда мне помогает. Мне тяжело контролировать этих товарищей. То же самое у нас с Гермесом. Я всех богов не знаю, извините. Так, у него ничего в руках не находится. Афина. Если я правильно помню, богиня войны. Нет, не богиня войны. Сейчас посмотрим. Кому она богиня? Мудрость. Мудрость точно. Хотя здесь получается у нас с этим, с щитом и мечом. Может не Афина. Семь чудовищ. В Кнезду не подписано. Так, у нее, кстати, рука чуть не становится. И вот так вот она становится на свой пьедестал. Кстати, она становится лучше всех на свое место. Вот так вот они шикарно смотрятся втроем. А на поле они смотрятся еще лучше. Далее у нас есть монстры, которые будут призываться. Вот такие вот твари, извиняюсь за выражение. Внизу у них ничего. В никаких кометах ничего нету. Странно. Хотя бы еще там номерки пишут. Но очень крутые. В рамках игры очень здорово с ними сражаться. Так, главное не забыть, где они лежали. Мы это на видео посмотрим. О, Медуза Гаргона. Узнаваемый персонаж в стиле стимпанк. Очень круто. Больше киберпанк. Это киберпанк, да, математика. У нас есть сервер и есть... Монтикора. Монтикора, да. Очень круто выглядит. Чуть-чуть хуже, наверное, чем в кикстартерной. Хотя в кикстартерной они просто были крашены. Давайте будем реалистами. А здесь они просто не крашены. Но там, конечно, можно было за 20 долларов, чтобы все фигурки были моноцветно покрашены. Вот это самый офигенный монстр. Мне нравится больше всех, несмотря на то, что он не самый технологичный. Но выглядит прикольно. Особенно, когда крашеный. И вот еще пантера с хозяйкой. Злая девушка. Так вот это выглядит. И дальше у нас 4 нации. Кстати, минки здесь везде разные. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. А в другой чуть длиннее. Это один вид. Так вот выглядит лучник. Здесь, по-моему, только лучники у нас. На лучники и хромовники. Такие вот монахи. Которых мы будем устанавливать вот в эти вот ячеечки. И они будут молиться. И намаливать нам какую-то модификацию. Сегодня мне распаковка помогает передать Юра. За что ему огромное спасибо. Потому что штатива нет, микрофона нет, ничего нет. И вообще сегодня очень стрёмный день. Так. Так. Это у нас желтый игрок так выглядит. Под Римскую империю прям. Красный. Он, по-моему, один из таких минималистичных. И вот такой вот монах. Приятный. И несмотря на то, что мой любимый цвет зеленый, синяя нация. Здесь мне нравится больше всех. У них и монахи. Такие вот покрупнее, по-антуражнее. И войны такие более классические. То есть, а я за традиции и порядок. Едем дальше. У нас есть пакетик с подставочками. Здесь ничего нового. Z-блок. Подставочки. Они резиновые под наших героев, которых мы выберем. Эти герои где-то здесь спрятались. Вот они. Подставочки под храмы мы не будем их смотреть. Кастомный кубик. Его надо посмотреть, потому что он необычный. Он определяет то, как мы деремся с монстрами. Поцарапанно, если так. Ну, красные кубики мы смотреть не будем. Они ничего не представляют уникального в своем создании. Итак, едем дальше. Наши герои, которых мы сможем выбрать. Карточки, которых мы видели ранее. Это моя любимая дама-героиня. У них очень... Ну, то есть, сама по себе она качественная. А вот подставочка у нее какая-то странная, если честно. Может, я просто подзажрался. Далее. Вот такой вот здоровенный мужик. У всех них есть имена. Крутите на начало обзора. Такая вот шипастая дама. Почему-то с яйцами сзади непонятно. Не к добру это. И какой мужик с ножа-пистолетом. Пиломеч. Пиломеч. Во, правда. Пиломеч. Офигенные жетоны. Мне они нравятся в игре очень-очень. Мне нравятся их. Они на ощупь мега приятные. Особенно, когда ты их всем раздаешь. Очень-очень прикольно. А этот еще и к Warcraft немного отсылочку вот дает. Что львонов нарисовываем. Там были какие-то сменные карты, которые мы так и не поняли, что там происходит. Может, они под органайзером. Может, кстати. Сейчас мы как-то поднимем. Воу. Тайничок, друзья. Закладочка. Про них мы узнаем в этих картах. Мы посмотрим позже. Ну, очень круто, что есть органайзеры. Так, смотрим наши карточки. Они не под лен. Они глянцевые. Давайте по рубашечкам сначала пройдемся. Это все артефакты. И четыре. Хотя здесь, да. Гидра. Зевс. Кермес. Афина. Афина. Да, все-таки Афина. Так. И Ау-Сфинкс. Медуза. Цербер. Циклоп. Ну, в общем, зачем читать, если вы сами можете прочитать. Ну, и пойдете сверху. Это некие свойства. Некоторые некие пыши, которые будут нам доступны. Или мы их получим, когда убьем тех или иных монстров. Артефакты, кстати, артефакты, не знаю. Я пару раз получаю, вот мне они не очень помогают. А вот моему товарищу еду, он прям умеет ими рулить. Итак, у нас есть две колоды карт. И получается, какая-то из них, это есть замена. Какой-то другой. Но здесь они вот так вот красиво, аккуратненько снимаются. Возможно, там для всех. Да. Причем, ух ты, смотрите. Какая карточка-открытка. Что очень здорово. Это с допами к этой игре. То есть это были вот такие допы. Люди по всему, они планируются и здесь. А может, это просто авторский, так сказать, право. Или авторская рецепляш. Они внутри не идут? Не, 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 не. Это допы. Там большие коробки красивые. Так, по рубашечкам. И вот такие. Поехали дальше. Здесь у нас наши монстры. Кстати, это карточка из КК Покотсона. Я даже знаю почему. Кстати, для такой массивной игры слишком много карт. То есть здесь куча всего есть. И зачем-то здесь еще вот такое количество карт. Могли бы чуть-чуть поменьше сделать их. Так, это первое. По рубашкам. События. Активация. Монумента. Благословение. Благословение еще одно. А, это благословение от самих монументов. Кстати, прикольные штуки. Они помогают. Немного боюсь с ними всегда приятно. Ну, тоже их многовато. Получается желтый, синий, красный, зеленый. Понятно, что повышается реиграбельность. Бесспорно. Сейчас что-то в рамках обзора как-то опряжено. Ой, какая красивая девочка. Королева амазонок. А, вспомнил вот эти. Это квесты, которые надо выполнять. Их можно получить в углу. Вот, и... Можно получить, если надо прийти в ту локацию, куда ты должен прийти и скинуть что-нибудь. Итак, давайте мы быстренько посмотрим, что же спряталось в... В этой... Платечке сменной. У нас здесь пустые карты. Непонятно, что-то пошло не так. И сменные карты оружия, которые уже были, от реликвий, артефактов. Вы можете... Я так сходу не могу сказать, потому что я играю в кикстартер, но не знаю, в чем ошибка, в чем беда. Но, получается, что-то было, что-то пошло не так. В чем в... Кричь, это вместо эратор. Да. И, скорее всего, это как в Гонконг во тьме. Там тоже была пачка карт, которая прикладывалась отдельно. Ну, что ж, друзья, вот мы и провели распаковку Владыки Ивада. Это была неожиданная распаковка, потому что здесь надо было делать быстро. Мы хотели в него поиграть. Плюс у нас сейчас куча всего проходит. Но уже хочется сейчас ее... Не хочу ждать. Хочу и что внутри. Спасибо, что посмотрели распаковку. Можете подписаться на YouTube, поставить большой палец. Старайтесь в ВКонтакте, в Facebook, в Telegram, Instagram. Надо быть в международных сайтах. Тесера и Багвей. Везде мы в клубе Мир Коробки или просто на Мир Коробки. Потому что каждый играет огромный мир в маленькой коробке. Всем пока, друзья!